Ямальские города завершили подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба правительства округа. Ростехнадзор выдал документы о готовности к зиме всем муниципалитетам округа. В случае аварии ремонтные бригады на готове. Они укомплектованы техникой и инструментами. Напомню, что отопительный сезон в округе стартовал 20 августа. За межотопительный период заменили около 100 километров старых инженерных сетей. Кроме ремонтных работ на объектах энергетики позаботились и о дорогах. К соответствию нормативам привели 17 километров трасс по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Кроме того, установили новые бордюры, освещение, ливневые канализации и светофоры. На следующий год ремонтные работы продолжатся. Уже заключили контракты на капитальный ремонт участка Пуровск-Карачаево притяженностью почти 9 километров и на ремонт улицы Чкалова в Салихарде. А вот с соблюдением правил на этих дорогах есть проблемы. Выяснилось, что новоуренгойские пешеходы ими пренебрегают чаще, чем водители автотранспорта. Об этом сообщили сотрудники ГИБДД. После недавнего рейда водитель-пешеход в газовой столице привлекли к административной ответственности 7 пешеходов-нарушителей и 5 водителей, которые их не пропустили. А с начала года штрафы за подобные нарушения получили более 400 северян. Но пешеходов, которые игнорируют правила безопасного перехода через проезжую часть, еще больше – 570 человек. Представители регионального отделения Русского географического общества решили запустить проект «Амбассадоры Севера». Путешественники для своей работы выбрали первый город – Новый Уренгой. 6 ноября в городском музее изобразительных искусств состоится проектный семинар «Локальная идентичность города Новый Уренгой» для формирования туристического бренда. На эту встречу приглашают всех желающих, но нужно записаться по телефону.